Привет! Значит, ездила я недавно с моим мужем в кино и купила пачку мажорских карандашей. И не только, но речь сегодня будет именно об этой пачке карандашей простых. Виндзор Ньютон называется. Я не знаю, как это со мной происходит вообще. Просто пока мы ждали, а приехали мы намного раньше в кинотеатр, мы решили быстренько сгонять за некоторыми покупками. И вот эти некоторые товары находятся именно там, именно на том этаже, где находится художественный магазин. Все. Я до последнего держалась, если бы не мой муж со своими волшебно затмевающими уши и слух души вопросами. Тебе в художественном ничего не надо? Может, зайдем? И все. Я уже не помню, что там дальше было. Меня, видимо, как всегда, переклинило. И вот я уже стою возле полки с разнообразными простыми карандашами. И точно знаю, что мне они очень нужны. Прям очень-очень. И я не могу сейчас уехать без них. Я там даже и про кино забыла. Не думала даже. И где-то в глубине души меня терзал голос доброй художницы, которая всем сердцем любит Кахинор. Но! Но! Я еще четче слышала голос второй художницы, которой нужно все, и Кахинор в том числе. В общем, этот голос мне говорил четко. Виндзор Ньютон! Виндзор Ньютон! Вон ту, вон красивую коробочку. Шесть карандашей. Посмотри, как они прекрасны. И вот я уже стою на кассе, держу в руках и эту пачку карандашей. И помимо этого еще много чего. Но эти карандаши вот как портретная съемка в телефоне. Они на переднем плане в моих глазах. А за ними все размытое. Остальное. Помогите. Мне уже некуда складывать художественные материалы. Мне нужно покупать отдельный дом. Надо уже об этом позаботиться, потому что художник во мне будет еще долго жить. В общем, сегодня будет обзор на графитные карандаши Виндзор Ньютон. У меня эта пачка Виндзор Ньютон. Это не ученическая серия. Это карандаши для профессиональных художественных работ. Прямо уже все серьезно. Упаковка и дизайн тут, конечно же, на высшем уровне. Здесь 6 штук графитовых карандашей. Начиная от 2H и заканчивая 8B. Вот этого реально хватает в профессиональных работах. И не надо даже ни на один карандашик больше. Поначалу мне было непонятным то, почему производитель окрасил в теплые и холодные цвета кончики карандашей. Графит-то просто серый. Большинство людей знает, что это просто серый карандаш. Чуть больше о нем знают те, у кого было черчение в школе. Реально, реальную его красоту знают художники и представители еще нескольких профессий. Но, блин, он и для них серый. Просто серый. Почему нельзя было сделать кончики одного цвета, но разного тона? И вот, знаете, я даже не могла сразу додуматься о том, что когда карандаши уже в процессе, их по этим кончикам очень, ну, прям очень легко и быстро найти. Я привыкла к этим разноцветным кончикам за 5 минут. Это реально очень удобно. Когда они лежат, какой там, лежат, валяются на столе и не видно какой это карандаш, то ли мягкий, то ли твердый, то вот эти вот кончики здесь прям в точку. Самый светлый кончик это самый твердый и самый темный это самый мягкий. В общем, круть. Первый плюс этим карандашам за это. И сразу же ставлю второй плюс за грифель. Грифель прочный и не ломкий. По поводу дерева, древесины. У меня какие-то двоякие мысли. Вроде она нормальная, но бывает при заточке она немножко некрасиво отламывается. И это смотрится, ну, не очень-то. Мне кажется, это маленький минус. Насчет мягкости. Хочу сказать, что они прям приятно мягкие. Если сравнить с Кахинорами или с Фаберами, они будут мягче. Вот кому как. Но для меня это тоже плюс. Мне нравится. И сразу же это минус в этих карандашах. Скорее всего из-за этого. Потому что они пылят. Немножко пылят. Даже когда подкладываешь под руку бумагу, вот даже эта бумага умудряется растирать эту пыль. И из-за этого всегда приходится ворачиваться к работе и подправлять ее ластиком или клячкой. Поэтому, конечно же, это минус. Но опять же, маленький. Потому что эту пыль можно сдуть. Постоянно рисовать и дуть, дуть и рисовать. И будет все нормально, чистенько и аккуратненько. Я вообще по жизни оптимист. Так что для меня больше плюсов всегда, чем минусов. Что-то я прям так хорошо отнеслась к этим карандашам, аж сама и не заметила. Итак, итог всему. Виндзор Ньютон. Именно профессиональная линейка. Хорошие карандаши. Знаю, есть еще ученическая линейка. Но в любом случае надо сделать выбор в профессиональную сторону. Здесь нет лишних карандашей. Вы будете использовать все карандаши из этой коробочки одинаково. Эти карандаши очень удобны в использовании, если, конечно, привыкнуть сдувать пыль. Но можно, конечно, смахивать эту пыль кистью. Но не все кисти подойдут для этого дела. Большинство кистей будет размазывать эту пыль по работе. Нужна прям жесткая кисть, чтобы царапала бумагу. Например, козья. Чтобы была жесткая кисть. Но легче сдувать. У этих карандашей приятный корпус. Твердость и мягкость у них отличная визуально. Они потрясающие. В общем, одни плюсы. Теперь моя любовь двойная какая-то. В смысле, любовь к чернографитным карандашам. Лучшие карандаши для меня теперь, как для художника, это Кахи Нур и Виндзор Ньютон. Именно профессиональная линейка. Спасибо всем за внимание. С вами была Дворецкая и я. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok